Так, следующий доклад. Нам организаторы сказали, что нам чуть-чуть продлили время нашей сессии, поэтому у нас осталось время для двух оставшихся спикеров. И я хочу предоставить слово Дмитрию Зевигу, старшему консультанту компании Комскорп. Спасибо, добрый день. Я пользуюсь положением спикера, хочу спросить, а годовой запас прайд это сколько? На каждый день. Понятно. Хорошо, вот нет презентации. Да, презентация загружена. Все отлично. Да, вот все уважаемые бренды, представители брендов говорят о том, что они ориентируются на аудиторию. Мы Комскорп измеряем аудиторию и я хотел бы сделать акцент на том, что аудитория это люди, бренды ориентируются на людей, тогда как в диджитал очень часто путают понятие пользователь и человек. Потому что у нас в России в месяц по разным оценкам от 300 до 500 миллионов пользователей. Понятно, что у нас столько людей вместе со всеми мигрантами и новыми территориями нет. То есть давайте ориентироваться на людей, измерять людей. Ну так, в качестве контекста, то, что у нас происходит с аудиторией интернета в России. Она растет за последний год, приросла на 9%, и аудитория видео растет чуть-чуть быстрее. Мы занимаем третье место в мире по размеру аудитории интернета, и у нас третье место по затратам времени, которое приходится на онлайн. Это вот важный посыл брендам, используйте это время. Если говорить о количественных показателях аудитории, то часто самый первый главный вопрос, а можно ли быстро набрать аудиторию? Да, можно. Просто возьмите и проведите Олимпийские игры. Вот видите, хороший график. Он из ниоткуда за один месяц вырос до 20 миллионов. Это охват официального сайта Олимпийских игр в феврале месяце. И то, что происходит в России, синим, это сайт игр, и заштрихованный это околоолимпийский контент. Это страницы социальных сетей, страницы информационных сайтов, которые бренды тоже вполне могут использовать. И вы видите, что вот этот околоолимпийский контент, он, в общем-то, увеличивает размер аудитории практически в два раза. Ну вот, то, что, как мы увидели, хорошо сделал, например, Сбербанк. Он за месяц набрал большую очень аудиторию, и при этом ему удалось, как видите, сохранить вовлечение, не растерять внимание аудитории. То есть, таким образом мы плавно переходим к тому, что нужно помимо количества, также оценивать и качество аудитории. Камскор предлагает ориентироваться на два подхода в оценке качества аудитории. Это изучение поведения аудитории и изучение восприятия. Откуда растут ноги у этих подходов, это наше исследование, оно уже, можно сказать, не новое, но до сих пор актуальное. Его смысл в том, что люди не кликают на медийную рекламу. То есть, около 5% кликеров совершают 85, почти 85% всех кликов. Остальные 90% просто ее видят, если видят. Соответственно, давайте не измерять, не то, что не измерять, а давайте вместе с измерением кликов также ориентироваться на другие критерии. Ну вот, это живой кейс автомобильного бренда. Его реклама была на достаточно крупной площадке российской. Что мы взяли? Мы взяли 4 метрики, это количество людей, количество просматриваемых страниц, какие-то конверсионные урлы. В данном случае у нас были заявки на тест-драйв. И ключевые слова, они там под креслами. И что мы измеряем? Ну вот, на примере страниц мы берем две группы. Те люди, которые охвачены рекламой, которые ее видели, и люди, которые не видели эту рекламу. И в этих подгруппах измеряем количество, например, страниц на тысячу пользователя. 240 страниц на тысячу среди охваченных рекламой и 88 на тысячу среди неохваченных рекламой. Таким образом, получаем на 173% больше. И вот эта метрика как раз отражает, насколько рекламная компания дает прирост в той или иной метрике. И вот каждый из столбцов, вы видите, они существенно больше 100%. При этом мы измеряем 4 недели после того, как рекламная компания закончилась. Соответственно, меряем в том числе и отложенный эффект. Видим, что в основном все, в основном три метрики затухают после окончания кампании. А ключевые слова, которые связаны либо с брендом, либо с сообщением, которое содержится в рекламной кампании, имеют еще более отложенный эффект и начинают расти где-то с третьей недели. Второй подход – это измерение восприятия, измерение известности бренда, измерение намерений купить или рекомендовать. И прочие субъективные характеристики, которые относятся к потребителям, на которые, как правило, и концентрирует своё внимание реклама брендов. Скорее, чем прямой отклик. И вот тоже живой пример. Взяли мобильную рекламу, рекламу на мобильных устройствах. Выделили две группы, те, которые видели рекламу и которые не видели рекламу, и посмотрели, насколько в данном случае по платформам отличаются метрики. Видим, что на планшетах несколько лучше запоминания рекламы и сообщения рекламы, хотя люди сами говорят, что получилось так, что люди, которые видели рекламу на смартфонах, говорят, что больше говорят, что она привлекательная. Но по факту получается, что лучше запоминают на планшетах, что, скорее всего, связано просто с размером экрана. И вот в данном кейсе использовались шесть разных форматов рекламы. Был стандартный баннер мобильный и... Семь было. Один стандартный баннер и шесть форматов новых, так называемых, Mobile Rising Star по стандартам IAB. И просто померили, насколько лучше вовлечения, насколько те или иные форматы лучше привлекают. И да, действительно, стандартный баннер проигрывает практически в два раза по взаимодействию. И также померили метрики известности бренда и запоминаемости сообщений. И, в общем-то, получается, что реклама, которая более вовлекает, она способствует лучшему запоминанию как бренда, так и сообщения. Хотя нельзя сказать, что это кардинально лучше. То есть не в разы разница. Ну и буквально в двух словах о контексте, что происходит в мире. Вот я взял пример Соединенных Штатов. То, что происходит у них сейчас, с большой вероятностью будет происходить у нас. И в прошлом году, с марта по апрель, процент людей, которые пользуются интернетом с разных устройств, превысил половину от всей онлайн-аудитории. Вот о чем много говорится. И то, как это выглядит в цифрах. И этот показатель продолжает расти. То есть люди используют все больше и больше устройств для потребления онлайн-контента. Это произошло, понятно, в основном за счет смартфонов. Как видите, из графика за последние три года, это цифры по штатам, время, которое тратится в интернете, сейчас со смартфонов уже больше, чем время, которое тратится в интернете просто с компьютеров. То есть вот это то, что брендам надо иметь в виду, использовать, работать с этим. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. А скажите, какая все-таки наиболее эффективная реклама на мобильных устройствах? То есть что показывают ваши исследования? Как нужно доносить до потребителя через мобильное устройство сообщения о бренде? Та реклама, которая дает возможность взаимодействовать, то есть интерактивная. Там, где с баннером можно как-то поиграть, его полистать, что-то с ним сделать. Если это, не знаю, реклама машины, например, это такой фильм-стрип, по-моему, называется, где можно машинку покрутить, можно ей поменять цвет. То есть то, что привлекает. Вот о чем говорили многие спикеры, что нужно вовлечение. И вот если мы привлекаем пользователя, мы тем самым более способствуем тому, что запомнится и бренд, и сообщение. Хорошо, спасибо. Еще будет время задать вопросы. Сейчас я передам слово нашему последнему спикеру, Анне Ященко, которая представляет компанию Google. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Я хочу сказать, во-первых, о том, что Google – это не только поиск. Google – это еще YouTube, это сетка сайтов, это огромная сетка приложений. Мы построили свой очень сильный бренд в Digital, и сейчас мы готовы всем остальным брендам помочь построить их бренды. Поэтому мы строим свою экспертизу, в том числе в брендинге, и сегодня я вам расскажу о том, как лучше это делать. Во вторую очередь я хочу сказать огромное спасибо всем докладчикам, потому что все, что вы сегодня сказали, мне остается просто резюмировать и подчеркнуть. Спасибо огромное, все совершенно верно, так оно и происходит. Ну и так, начинаем. Собственно, что такое бренды? Бренды для потребителей – это качество, это гарантия, это качество, это определенность, это некоторая гордость. Для производителей – это, конечно же, продажи, это лояльность и это любовь. Потребители – любовь пользователей. Почему я сегодня вывела вот эти бренды, которые хорошо известны из давней истории, потому что бренды строятся не за один день, естественно. Это растет очень долго, очень традиционными способами в том числе. Бренды начали строить еще с 40-х годов прошлого века, а в 80-х появился принципиально новый подход по строению бренда. Бренды стали доносить информацию не просто, мы есть и наша продукция такая, они стали работать на эмоциональном уровне. Я предлагаю сейчас посмотреть одно из объявлений прошлого века, возможно, кто-то из вас помнит его. Бренды Продолжение следует... Продолжение следует... Все узнали бренд Левайс. Итак, о чем это объявление? Это как раз одно из объявлений, работающих на эмоциональном уровне. Оно показывает нам молодость, Америку, свободу, джинсы, наконец. Оно рисует образ того молодого человека, которым хотелось быть. Оно предлагает включиться в эту историю и поработать на индивидуальном уровне. Это, конечно, не тот индивидуальный уровень, который можно сделать сегодня с Digital, но на тот момент это было очень интересное сообщение и очень хорошо оно сыграло. Соответственно, вот эмоциональный ответ, игра на эмоциональном уровне, это такое ноу-хау, которое в прошлом веке позволило маркетингу шагнуть на следующий этап. Сегодня мы шагаем еще дальше и рассказываем эти истории последовательно через несколько экранов. Кроме того, история, которую я вам показала, она научила многих о том, что любовь и вот эта вера в бренд, она не зарабатывается одним днем. Это большая работа, это последовательная работа. И если вернуться к примеру Levi's, то там было несколько таких видео про прачечную, которые с удовольствием все посмотрели с различными интересными аспектами и ресурсами. Итак, почему это было возможно? Почему это так отлично сработало на тот момент? Потому что у нас была единая масс-медиа, у нас была единая масс-аудитория, у нас была четкая, последовательная, понятная, единственная возможность коммуницировать через это медиа. И метрики точно так же были все устаканены, определенные. Это тот самый GRP, который мы с вами до сих пор используем в коммуникации и в определениях, он вышел именно оттуда. Но потом в какой-то момент произошел бум. И что случилось? Внимание пользователей стало распределяться, перестала существовать единая медиа. Медиа перестала навязывать клиентам, пользователям и потребителям, что смотреть, когда смотреть. Если раньше в 7 вечера я включаю телевизор и понимаю, что половина моих друзей смотрит ту же самую передачу в это же время, то сегодня каждый пользователь сам выбирает, что ему смотреть, на каком устройстве смотреть, сколько времени уделять просмотру этого контента и контекста и как с ним взаимодействовать. Поэтому больше, к сожалению или к счастью, потребители не могут быть навязаны каким-то сообщением, каким-то рекламой. Поэтому здесь, конечно же, нужен другой подход, который мы сегодня и представляем. Первоначальным ответом на вот такой бум стало использование новых диджитал методов по старым традиционным моделям. То есть новые диджитал платформы стали работать точно так же на охват. И вот этот график, который показывает дополнительный охват с помощью онлайн-видео, что сегодня было прекрасно продемонстрировано Евгении из Кока-Колы. И действительно, эта стратегия работает. Что здесь плохого, спросите вы, да в принципе ничего, все в порядке, все нормально. Мы используем новые медиа от старой метрики, получаем некоторый uplift, иногда даже очень значимый, потому что если пересчитать на стоимость, это безумно эффективно. И что дальше? Но этого недостаточно, потому что мы по-прежнему мыслим моделями из 80-х, это охват, дополнительный охват. Сегодня диджитал предлагает совершенно другие новые метрики и новые подходы. Но что осталось? Что осталось тех самых 80-х, 40-х из прошлого века? Осталась главная задача. Главная задача бренда – это не охват. Главная задача бренда – это получить и заработать любовь пользователей. Сделать так, чтобы пользователи были лояльны к ним. Ну и, собственно, к делу поговорим о том, что же нужно сделать для того, чтобы получить эту ситуацию. Итак, нужно найти правильных людей, нужно рассказать им правильные истории и подружиться. Поговорим подробнее о каждом из этих пунктов. Как раз пропущу слайды, которые незначимы, но оставлю кейсы. Вот в первом подходе, как найти правильных людей. И сегодня нельзя недооценить значимость данных. Данные, которые имеют такие крупные компании и сети, как Google, данные, которые имеют рекламодатели на их сайтах, и данные, которые можно получить через трехсторонние источники. Объединив все эти данные, можно найти нужное время человека в нужное время и в нужном месте. И это не только демография. Демография – это уже устаревший традиционный подход. Что второе здесь важно – это контекст. И сегодня мы уже слышали о контексте от предыдущих спикеров. Конечно, если человек интересуется сайтами, связанными с путешествиями, смотрит видео о путешествиях, у него есть масса приложений о путешествиях, вывод напрашивается сам собой. И бренды в традиционных медиа используют контекст. Если мы посмотрим на принт, на рекламу в журналах и в газетах, да, там действительно используется связка с контекстом. Но беда в том, что журналы выходят раз в месяц, а то и реже. А онлайн позволяет вам сегодня постоянно находиться в нужном контексте. И третье, что здесь важно – это выбор. Выбор пользователя. Как я уже говорила, больше традиционные медиа не могут навязывать пользователям, что смотреть и как смотреть. Поэтому работать нужно на другом уровне, предоставляя пользователю выбрать. Вступайте в диалог следующим образом. Мы вам предлагаем посмотреть это сообщение сейчас. Вам удобно посмотреть это сообщение сейчас? Вам интересно посмотреть его? Если да, то прероллы – это отличный выбор, потому что пользователь досматривает сообщение до конца, и рекламодатель платит только за вовлеченный просмотр. Если пользователю сейчас неудобно, то это сообщение пропускается, но тем не менее какие-то там первые несколько секунд все равно отпечатывается в памяти пользователя. И второй формат здесь не видно, он внизу располагается. Это формат объявлений с оплатой за вовлечение. Это баннеры в нашей контексте медийной сети, оплата при которых происходит при полном расслопе этого баннера. Если пользователь наводит курс шор и задерживает его более двух секунд, то баннер начинает разворачиваться и происходит, собственно, взаимодействие. Так называемое engagement ads. То есть здесь мы предлагаем новые форматы именно с оплатой за вовлечение. Если вам нужны вовлеченные пользователи, получайте их, оплачивая только вовлеченных пользователей. Итак, для того, чтобы рассказывать, найти правильных людей, больше не нужно апеллировать только терминами демографии и охватом. Мы предлагаем апеллировать такими терминами, сколько мне нужно людей для того, чтобы построить мой бизнес сегодня, для того, чтобы удачно охватить всех тех людей. Следующая часть, не менее важная, это классные, отличные, интересные истории. Потому что без них, как вы понимаете, работать ничего не сможет. И сегодня есть много возможностей построить отличные истории. Сегодня есть масса инструментов, но сложность вся в том, как же ими правильно использовать, как ими правильно играть, как их правильно настраивать. Я вам покажу несколько кейсов. Один из кейсов – это кейс Клиник. Клиник традиционно коммуницирует с пользователями на очень индивидуальном уровне. То есть это ваш личный консультант по красоте. И что сделал Клиник? Они использовали технологию Google Hangouts. Это видеоконференция в прямом эфире. Прогласили эксперта по красоте. Внизу вот не видно, наверное, на этих слайдах, может быть, видно, там есть ряд пользователей. И эти пользователи в прямом эфире задавали вопросы о красоте, и ввелась такая онлайн-консультация. Кроме того, что лояльные пользователи могли получить непосредственный подарочек от бренда в виде участия в такой конференции, так это еще и транслировалось на весь онлайн. Все остальные могли посмотреть, послушать, и потом позже пересмотреть еще раз, если их что-то заинтересовало. Все, наверное, видели кейс DAF. DAF о красоте, о том, что женщины прекрасны и сами по себе без косметики, где сначала рисовали портреты женщин по их словам, а потом рисовали по словам людей, которые видели этих женщин. И здесь важно то, что в диджитале сегодня нет ограничения по времени. Если телевизионное объявление ограничено, так или иначе, секундами, то в диджитале вы имеете столько времени, сколько вам нужно для того, чтобы рассказать вашу историю полностью. Она может быть короткая, она может быть последовательная, она может быть длинная, но в данном случае этот кейс занимал 3 минуты, и при этом качество и количество просмотров не упало. Что важно еще в рассказывании истории, история должна быть последовательная. Здесь приводится пример, как молодой человек, интересующийся BMW или BMW, искал какую-то информацию о производителе. Через некоторое время он зашел на YouTube и увидел объявление в поиске YouTube о автомобиле. Это была использована технология ремаркетинга, то есть пользователь увидел снова то, что он искал. Он заинтересовался и посмотрел ролик прерол. Во время того, как он смотрел этот ролик о новом моторе BMW, в углу ему услуло такое сообщение. А не хотите ли вы сейчас посмотреть фильм об нашей автомобиле? Более полноценную версию, более подробную. И если у пользователя есть время, если он заинтересован и выбирает смотреть, то он выберет и посмотрит. Наше с вами дело здесь предложить. Последняя в этой части история – это о том, что новые технологии требуют новой адаптации, новой платформы. Это кейс со Snickers, когда известный их слогом, что если человек голоден, то он сам не свой, был использован в виде опечаток в поиске. Snickers подобрали наиболее часто встречающиеся опечатки и сделали из них набор ключевых слов. Когда человек писал, например, «бизнес» или другие слова с опечатками, ему всплывало объявление. «О, да ты, наверное, проголодался и потерял концентрацию. Скушай, Snickers». Сработало отлично. Что-то у меня перескочило. Итак, следующая и последняя часть – это про взаимоотношения. Как же построить нужные и важные взаимоотношения. Здесь примеров масса, и особенно с появлением мобайл. Это очень актуально, потому что мобайл связывает мир офлайн и мир онлайн. То есть, по сути, вы можете предложить пользователю потрогать что-то на планшете или на смартфоне. Но не буду долго останавливаться. За неимением времени скажу, наверное, здесь самое главное. Самое главное – это индивидуальность. Это узнавать пользователя и говорить. Дорогая женщина по имени Наталья, Анна, Вера, Василий, Иван и так далее, это уже мужчины. Мы знаем вас. Мы знаем, что вы видели это видео. Мы знаем, что вы следуете за нами в этой социальной сети. Мы знаем, что вы искали нас. И мы обращаемся к вам снова за продолжением этой истории на уже более индивидуальном уровне. Сегодня это все возможно, абсолютно не сложно. И мы предлагаем вам выстраивать эти истории с помощью нужных людей и выстраивать взаимоотношения таким образом. Спасибо. Спасибо большое, Анна. У меня один уточняющий вопрос. Правильно ли я понимаю, что бренды и компании могут обращаться к вам в Google за консультациями и вы помогаете им правильно строить компании на YouTube? Да, мы работаем со всеми крупными брендами. У нас есть довольно большое портфолио. У нас есть специальный отдел, в котором уже практически три человека, которые занимаются тем, что строят решения для крупных брендов на основе имеющихся наших продуктов, причем не только рекламных. То есть вы работаете как агентство? Мы работаем как консультант. Агентство свою функцию при этом несет, сохраняет и нам, конечно, помогает. Спасибо большое. У нас совсем не осталось времени, но я думаю, что один или два вопроса можно задать Дмитрию, Анне, Марии и всем, кто выступал сегодня. Пожалуйста. Есть ли вопросы? Да, прошу вас. Представьтесь только, пожалуйста. Добрый день всем, меня зовут Лукашин Анатолий, компания Beeline. У нас тоже очень хороший интернет, всем рекомендую. У меня вопрос к коллегам из Coca-Cola. Так как я занимаюсь медийной рекламой, у меня вопрос скучный, первый медийный. Он относится к первой части вашего выступления. Он касается аллокации бюджета из ТВ в онлайн при стратегии работы с молодой аудиторией. Вот, собственно, вопрос в следующем. Вы сказали о эффективности порядка 20-30%. Мой вопрос заключается в том, каким образом вы ее замеряли. То есть это какое-то специализированное исследование у вас проводилось на эту тему или какие-то другие механизмы. Это вопрос первый. И вопрос второй, он относится к второй части. Это кейсы по Олимпиаде. У вас было очень много различных активностей. И там основной площадкой был сайт. Компания у вас огромная и очень большие медиаинвестиции. И, собственно, вопрос какой. Вы получили какой-то виральный эффект от ваших именно диджитал активаций? Или это только то, что вы купили, медийно нагнали и получили? И, в принципе, ожидали ли вы какой-то виральный эффект от этого? Спасибо. Давайте я, наверное, со второго вопроса начну. На самом деле целью нашей коммуникации был не виральный эффект, потому что мы понимали, что для того, что... Виральный эффект, он имеет... Он прежде всего должен держать в основе контент, который распространяется сам по себе. Мы считаем, что виральный эффект был колоссальный во время номинации сам по себе. Вот мы даже... Но, понимаете, здесь сложно его померить, потому что у нас была телевизионная компания. Вот сначала мы планировали и телевизионную компанию, и онлайн-компанию одновременно. Но телевизионная компания, она началась на две недели раньше. И онлайн-компанию, просто рекламную компанию мы придержали, потому что эффект был гораздо выше, чем обычно от нашей телевизионной компании. То есть мы считаем, что здесь вот этот вирал-эффект самого посыла, он был колоссальный. То есть, грубо говоря, мы потратили TRP, GRP, да, поставив это в эфир, но, безусловно, эффект был гораздо выше, чем от любой телевизионной компании, которую мы проводим до этого. И компанию онлайн мы подключили немножко позже, потому что, ну, как бы в любой компании сначала идет взлет, а потом идет проседание и, как бы, замедление темпа просто номинации. То есть мы уже варьировали в этом плане. Вот что касается, в принципе, стратегии, то наша стратегия была связать онлайн и офлайн. Вот, то есть тот ролик и мейнстрим-рекламу. То есть у нас была, кроме сайта, у нас была еще огромная активация. Она была при ОТР, ОТР – это торчилы, ну, как эстафеты, до эстафеты она была, когда мы, собственно, активировали это, и во время эстафеты. То есть этот трак, который колоссальный, ездил с колоссальной активностью по всем городам страны. Там были концерты в городах, там был сэмплинг, там было, ну, там очень много было такой реальной живой активации. И наша задача была связать это с тем, что люди видят онлайн. То есть виральный эффект, он, конечно, не стоял нашей целью, но, безусловно, в социальных сетях отклик был просто колоссальный. И что касается медики, я отдам Жене, он подробно скажет. Я единственное только добавлю насчет виральности контента. То есть был всегда виральный эффект, хотя мы на него, скажем так, не то чтобы сильно рассчитывали, в рамках именно компании по эстафете. Стратегия была очень простой. Мы выбирали лучший контент, который работал в каких-то регионах, то есть тот, который показал наибольшую виральность, и потом дальше левережили его уже от имени бренда на национальном уровне. Поэтому было много, очень много было контента. Многий контент стал таким, шер был, получил большой охват. В принципе, за счет этого мы получили большой органический эффект. К вопросу о медийке, о прероллах. То есть там, на самом деле, та цифра 25%, в которой есть презентация, это так называемая медиапродуктивити, это, по сути, сколько денег мы сэкономили. По сути, мы получили 5% дополнительный охват, которого нам не хватало как раз в телеке, за счет того, что инвестировали не 25% в телек дополнительно, а 4% в диджитал. Спасибо. Еще вопросы? У вас есть возможность задать вопрос? Нет вопросов? Тогда давайте завершим нашу сессию. Я поблагодарю всех экспертов, которые представляли и большие компании, и небольшие компании, и исследовательские компании. И я думаю, что мы получили возможность как увидеть какие-то конкретные кейсы, так и зарядиться энергией, идеями на будущее. Я лично что-то понял для себя, для того, как нужно правильно строить бренды, правильно строить отношения с потребителями. Надеюсь, что то же самое поняли и вы. Спасибо огромное. Аплодисменты Спасибо. Спасибо.